Наташа, вы меня слышите, да? Я вижу, что вы швелите, значит, вы участвуйте. Можете поговорить. Работает у вас микрофон? Работает сейчас? Здравствуйте. Да, очень хорошо. Вы получили мое письмо, я вам писала? Да, да, получила, спасибо большое. Я не потому, что не хочу вам отвечать, в любом случае мы это обсудим. Но мне бы хотелось, чтобы у вас был собственный аналитический взгляд на то, что вы делаете. То есть у вас совершенно прекрасная сцена, очень красивая, очень поддержательная. Там я вам говорила, что есть спорные вопросы. И вот, у меня сейчас слышно? Да. Очень хотелось бы, чтобы вы сделали собственный анализ, и уже там, где вы не справитесь сами, мы с вами будем общаться. Вы согласны с таким подходом? Да, ну, теоретически согласна, практически у меня просто нет теоретических знаний, чтобы, ну, не могу сделать самопроверку. Потому что по пунктуации вообще ни одного правила. Ну, по большому счету, не знаю. Поэтому, ну, вот, то есть вот такое маленькое эссе занимает у меня там, ну, я не знаю, очень много времени. Именно потому, что, ну, вот, над каждой запятой, то есть я просто вот вытаскиваю себя интуитивно. Что вот здесь вроде пауза, и вроде просится запятая. То есть вот такой, как бы, ненаучный подход совершенно. И поэтому невозможно перепроверить себя. То есть если грамматические ошибки я могу или перепроверить, вспоминаю правила или там по словарю, то вот талктуация, как бы, вот, самопроверке не подлежит. Я перечитала, да, после вашего письма, и поняла, что, как бы, ну, вот, у меня нет больше вариантов, как это еще написать. Ничего, как бы, ну, не бросить. Что касается пунктуации, то вы понимаете, что это связано с точками, с запятыми, с двоеточиями и с точкой запятой. Да, других вариантов просто не бывает. Ну, тире. Ну, вот, поэтому вы можете, скажем, выделить в своем тексте эти места, где обозначена пунктуация. Или, допустим, напротив. То есть сегодня у нас будет занятие по пунктуации конкретно. Дальше вы можете уже взглядом человека, который, ну, как бы, имеет на руках правила, да, имеет на руках правила, вы можете тогда другими глазами посмотреть уже на свою работу. Вот. По поводу того, что вам хочется писать сложно. Вы знаете, это было чрезвычайно популярно, ну, скажем так, где-то в 90-х годах, 80-х годах. То есть считалось, что чем заумнее высказана мысль, тем это, как бы, значимее. На самом деле, если вы почитаете художественную литературу, научную литературу высокого уровня, ученых или, допустим, писателей, поэтов, вы обнаружите, что на самом деле человек стремится максимально кратко, ясно, емко и красиво высказать свою мысль. И в отточенности, и простоте, и есть основной смысл. Поэтому, возможно, когда-то вы придете к пониманию того, что чем проще вы пишете именно нерубленными фразами, а чем яснее высказываете, более прямо высказываете искренне свою мысль, тем она вам будет казаться красивее. Поэтому, вот, допустим, возьмите сейчас, ну, когда уже освободитесь от экзаменов, возьмите литературу, которая является классикой, возьмите Пушкина, проще всего нам поэзии это посмотреть, возьмите Булгакова, его маленькие рассказы, новеллы. И, с точки зрения психологии, вам будет очень интересно, вот Булгаков, да? Почему? Потому что Булгаков, собственно, начал и писать это по причине своих психологических проблем. Он выписывал свое состояние в художественной форме, и таким образом он освобождался от своих внутренних каких-то клише, ножниц, которые его волновали. И потом, когда он уже освободился, начал переделывать свои ранние рассказы, и, в общем, они начали терять свою прелесть. Поэтому, в сущности, его ранние рассказы совершенно прелестны своей неординарностью, можно сказать, экстравагантностью, и, вместе с тем, отточенность языка. Совершенно изумительный язык в стихах Маяковского. Оригинальное мышление. Ну, в общем, короче, что мне вам говорить? Вы классиков, в общем, имена знаете, и когда у вас будет время, посмотрите. Я думаю, что у вас есть какой-то любимый писатель или поэт. Посмотрите, как он выстраивает фразы. У вас явно талант есть литературный. Я не знаю, как вы им воспользуетесь. То ли вы пойдете по литературному поприщу, то ли пойдете в область психологии. Но и там, и там это очень важно. Вы будете писать курсовые. Вы будете писать дипломы. Дипломы проверяются на авторство. То есть там будет высчитываться процент ваших собственных мыслей. Или, допустим, там лагиат. И, в общем, все, кто пишет научную работу, стараются пересказывать чужую мысль отточенно очень, чтобы не потерялся смысл находки, которая принадлежит автору. И вместе с тем, чтобы работа не выглядела к лагиатом. И вы будете с этим сталкиваться как на баковой вариации, так и на магистрской работе. Возможно, вы пойдете писать кандидатскую или там в Европе сейчас. Это кандидатская. Это считается доктор-философия. Немножко другая терминология. Вот. И дальше в России это докторские работы. Они, в общем, по своему обозначению равны европейским и американским. Поэтому у вас будет, если вы пойдете по пути психологии, то у вас будет очень много шансов оттачивать свое мастерство. Это очень приятная процедура, когда умеешь высказывать свои мысли. Я думаю, что каждый, кто у нас сегодня есть, вам, наверное, это тоже интересно, потому что чем богаче ваш язык, чем мастерски, более мастерски вы обладаете, тем более вы интересны тем, с кем вы общаетесь. И ваш язык, он всегда будет показателем того, насколько глубоко вы знаете какую-то тему, насколько глубоко вы чувствуете другого человека. И каждому человеку, который с вами будет общаться, ему всегда очень приятно, когда вы его понимаете. Поэтому не только выражать собственные мысли, но и точно чувствовать мысли другого человека – это большое достоинство любого профессионала, психолога в том числе. Ну вот у нас уже достаточно много человек. Я смотрю, что журавлёва света появилась. Сейчас я запишу. Вообще, я хочу сказать, что этот ВОЗ, вы уже, наверное, были на встрече с нашим деканом, вы, наверное, были на открытых дверях. ВОЗ развивается очень интенсивно, и есть, ну, как бы в дополнение к тому, что было вчера в разговоре с деканом, вы можете посмотреть на видео, есть такие программы, когда наши студенты отправляются за границу по обмену. Это очень ценно. Дальше много студентов участвуют в различных конференциях. Вы можете публиковать свои работы абсолютно в разных журналах, разных категорий. И вы почувствуете, чем более мастерски вы владеете своим языком, тем, скажем так, более интересны ваши работы людям, которые занимаются наукой. Ну, сегодня я обещала, что будет небольшая контрольная работа. В ней это будет тест, ну, достаточно большой, даже два теста. Один большой, другой маленький. Я предлагаю вам не пугаться вообще. Никто вообще вам никаких, скажем так, последствий не обещает. Кроме того, что эти последствия вы можете взять для собственной работы, для того, чтобы усовершенствовать свое понимание языка. В любом случае, это очень хороший материал для того, чтобы увидеть, где у вас пробелы и рассмотреть даже целую тему. Так, кто-то у нас уже опять пропал. Пропала журнала, нет, появилась. Роман. Роман, давно я вас не видела. Ну, приготовьте, пожалуйста, свои знания, и я сейчас размещу тест. Пишите, как бы не бойтесь своих ошибок, ничего в этом страшного не вижу. Какой вы хотите сначала, маленький или большой тест? Дайте мне ответ. Маленький, сначала. Хорошо. Маленький тест. Для разогрева маленький, потом большую. Хорошо. Хорошо. Я не буду вам показывать правильные ответы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Вы видите текст или нет? Пишите, да? Ага. Ну, короче, у меня совершенно изумительное изображение. Вы мне какой-нибудь плюсик бросайте, когда вы можете получать... Значит, если вы видите текст, очень хорошо. Потому что у меня какая-то китайская аббревиатура. 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 Продолжение следует... 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 Вот смотрите, сейчас я вам буду показывать, только быстро. Видите, да? Это с правильным ответом. Не видно. Вообще никому не видно. Не знаю, что-то... Наташа, что-то у вас, наверное... Не видно правильный ответ, странно. Ну хорошо, давайте мы сделаем так. Мы не будем тратить сейчас время, я просто вам вышлю правильный результат этого теста на ваши электронные ящики. А сейчас мы продолжим. Я тогда закрою. Хорошо? Мы сделаем следующий тест, он будет сейчас длинным. К сожалению, не очень могу контролировать содержание, потому что у меня какая-то абракадабра показывается. Но, тем не менее, в любом случае, значит, я вам вышлю весь этот тесты один и второй, и вы сможете дома... Посмотрите, расширение свой не открывается. Хорошо, Наташа, я сейчас отмечу, чтобы вам другое расширение послали. Так, тоже не открывается, у Миши, да? Окей. Хорошо. Ну, приготовьтесь, следующий тест будет большим. Значит, я буду смотреть по... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как седьмой человек закончится, значит, я сразу буду листать, потому что я не вижу. У меня абракадабра. Поехали. Итак, длинный, большой. Так, подождите, подождите, подождите. Или не то, не то, не то. Да, 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 я увидела что-то прошлое. Сейчас я его закрою. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте договоримся, вы не будете сейчас искать в интернете, вы потом сравните его уже, когда будет тест у вас. Пишите, как понимаете, как это будет на экзамене. Сейчас никто вас ругать за это не будет. Ага. Так, седьмого человека не вижу. Роман. Так, я двигаюсь дальше. Роман, я вас пропускаю. Следующий вопрос. А, нет, чатит, хорошо. Да, этот легкий. Это связанно с амодемой, вы знаете, да? Да. Все правильно ответили, молодцы. Следующий вопрос. А, стоп, это пять. Шестой человек. Да. Да. Будь вершим. Покажу. Спасибо. Привет. Продолжение следует... 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 Маргарита Мэрия ошиблась, сейчас Роман напишет, я скажу правильно. Тоже ошиблся, Роман правильно, трем стан. Дальше. Так, на встречу вместе должно быть напишено у двух человек ошибки, вы знаете у кого. Следующий вопрос. Роман ошибся. На встречу отдельно пишет. Спасибо. 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 , Следующий вокал. 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 иacial cicá. Ей,remo сл quand même. Ильянни. Иidity. И, timing, cases, climb. Продолжение. аствор. Соединять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Презентацию по теме... Возможно... Возможно... Продолжение следует... 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 И в ней, вы видите, все три принципа единственные. И все время существует переакцентировка от интонации к смыслу и структуре, и далее от структуры через смысл к интонации. Для нас очень важно размышлять над тем, то есть мы смысловую категорию не должны упускать, потому что когда мы начинаем грамматически выражать свои мысли, да, я включила запись, когда мы начинаем мысли выражать или слушать кого-то другого, то мы вдумываемся в смысл вслед за интонацией. И это очень важно для того, чтобы потом грамматически и грамотно писать, потому что иногда легкий оттенок смысла, как мы на позапрошлом занятии с вами разговаривали, вносит очень большую разницу. Ну и мы с вами говорили сегодня уже о том, что всего лишь несколько знаков, которые в русском языке существуют для выражения пунктуации. И вот здесь, допустим, сказки пишут для храбрости, точка. Зачем равнодушному сказкам покрасили знак? Что человек в детстве не бывает, так сказать, он знает со школьной скамьи. То есть, да, вот тут как бы почти основные ведущие знаки существуют. То есть первый знак, точка, она обозначает всегда завершение мыслей. И ее сопровождает понижение голоса и какую-то паузу. Вот когда я вам сейчас это говорю, я каждый раз делаю акцент на понижение голоса, на паузе, что говорит о завершенности мысли и смысла, конечно же. Вопросительный знак. Вы сегодня в тресте с этим встретились. И там вопросительный знак может поменять даже смысловое значение. Да, то есть более серьезно кто-то будет к этому относиться или не столь серьезно. А в данном случае детективы обратили внимание именно на вопросительный знак. Передается вопросительной интонацией. И она, разумеется, обусловлена структурой и смыслом определенного рода. И речь идет не о констатации, а о том, что хочется узнать что-то большее, того, что знаешь. И, наконец, запятая. Она обозначает одновременно и границу частей предложения, структуры, и расчлененность мысли на какие-то фрагменты смысловые. И обязательно паузу на стыке, которая делает интонация. Ну, я вам Америку не открываю. Но, тем не менее, мы с вами об этом будем говорить. Точка с запятой, она отделяет синтактически вполне равноправные части, которые могут быть не так связаны между собой. То есть можно поставить точку, а можно расширить предложение и поставить точку с запятой. Небо тяжело и мрачное, запятаясь. Его неустанно сыпались елеидные глазом капельки дождя. Вот здесь можно было бы поставить точку. Но автор хочет сделать более обширным, объединяющим смыслом эту мысль. Печальную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая верстгном водка у корней. Вот состояние неба и того, что внизу, в воде, ему надо было объединить целое. Поэтому он поставил точку с запятой. Хотя вполне можно было бы разделить. Но тогда небо и вода с землей, с лодкой, все было бы достаточно в смысловом отношении раздельно. То есть большая или меньшая смысловая нагрузка в связи. Знаете препинания в предложениях с однородными членами. Два и более однородных членов без союзов. Если встречается в предложении, вот вы видите пример. Звуки росли, крепли, ширились. Однородными членами являются росли, крепли, ширились. Да, глаголы. Будьте добры, кто-нибудь, идите, пожалуйста, подобное предложение в наш чат. И мы пойдем дальше. Продолжение следует. Да, совершенно верно. Молодец, Маргарита. Двигаемся дальше. Однородные члены с повторяющимися союзами. И, 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 да, да, или, или, либо, либо, то, 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 не, то. Да, умницы. Хорошо. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Если есть повторяющиеся союзы, и то, и другое. И здесь пример. И берег, в море молчали. Однородные, в своем молчании, да, кто, не то север, не то восток, да. Кто сделает пример собственного предложения? Да, да, да. Как у Пушкина, да. Родила-то ведь давно не то сына, не то дочь. Забитая должна быть. Да, и красивый, и тушистый. Да, не то холодно, не то жарко. Умница. Двигаемся дальше. Если между однородными членами союзов, а, но, да. Как у тебя, да, равно отрицанию. И, но. Он проворчал, но согласился. Между однородными членами союзами в отрицательном смысле. Кто пример тянет? Хорошо. Молодца. Двигаемся дальше. Следующая табличка. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Как-то запятая не ставится. Есть ли однородные члены с одним союзом? И, или, либо, да, в смысле, и. У Маргариты идет как отрицание. Если как отрицание, что красивый, но типа опасный, да. Абсолютно правильно. А сейчас однородные члены с одним союзом, когда запятую не надо ставить. Когда даром, но и, когда нет отрицания, когда соединение. Разные и синие цветы, например. Чудесно. Маргарита. Маргарита. Внутри группы однородные члены соединенные попарно. Вы собирали травы и ягоды, грибы и орехи. Вот уже Маргарита, Мария Белецкая уже это написала, да. Пыли красные, белые, розовые, львовые. В цельных выражениях и то, и сё, и не то, и не сё, и не свет, и не заря, и так и сяк, и туды, и сюты, и ни рыба, ни мясо, ни жид, ни море. Вот такие популярные выражения, они всегда пишутся без запятых. Кто придумает предложение? Давайте так. Вот разобьём. У нас здесь так, по порядку. У Миши на Алену будет первая, Бунина вторая, Болинская, Оксана третья, Красникова, Юлушова, Роман, Журавлёва и Белецкая, Мария. Ну-ка давайте. Хватит у нас тут весёлый, да красочный. Нет, вот давайте из этого, из третьего, в цельных выражениях. И то, и сё, не то, не сё, не свет, не заря, и так и сяк, по порядку. Мишина первая, потом не то, не сё, Бунина, Маргарита. Отлично. Да-да-да, отлично, красненько. Ну, ни рыба, ни мясо, вообще юношка обожает. Кто у нас там главный в этом выражении? Ни рыба, ни мясо, ни рыба, ни мясо. Не понимаю, как составить Мишина, Алёна. И то, и сё, да? Можно сказать, и то, и сё, не понимаю. Происходит и то, и сё. Я делаю и то, и сё. Да, сравним с выражением ни рыбы, ни мясо. Приготовленный был. Ни рыбы, ни мясо. Да. Алёна, понятно сейчас, да? То есть, это выражение, оно пишется без запятых. Городки, я одновременно выглянула в солнце, ни то, ни сё. Окей. Можно отдельным предложением, да, если хочется сделать акцент. А можно просто поставить запятую. Буду разбираться так, как не поняла. Когда мы в предложении используем такое выражение, и то, и сё, то есть и это, и то. Понятно? То запятая не ставится между ними. Эти выражения, наверное, нужно выучить так, как примерно мы знаем ни рыбы, ни мясо. Ни жив, ни мёртв. Просто как исключение можно даже представить, что это нужно выучить. Алёна, понятно? Оно не будет писаться через запятую. Именно так, без запятую. Ага. Делимся дальше. Обобщающие слова при однородных... Да, да, конечно. Обобщающие слова при однородных членах предложений. Когда мы ставим двоеточие. После обобщающего слова перед однородными членами. Когда мы говорим, нужно сделать вот что. Или вот это обобщающие слова. Нужно делать... Нужно делать... Сейчас... Послушайте, что, например, да. Или там... Нужно делать... А именно, то-то. Та... Снег покрыл всё. И деревья, и дома, и стога сена. Обобщающие слова всё. И деревья, и дома, и стога сена. Кто придумает сейчас как то, или а именно, или например? Ну, там, стесните, пожалуйста, три предложения. Он как-то не так себя ведёт. И дальше. Это ещё бывает, когда мы подразумеваем вот эти вот выражения. Слова как то, или а именно, или например. Если его нет в тексте, но оно подразумевается, то тогда остаются две точки. И вот здесь можете поставить его. Он как-то не так себя ведёт. Поставить две точки. Вместо того, чтобы добавить а именно, или например. Или как то. Да, вот как то менее часто встречающееся выражение. А именно. Немножко чаще, а например, так вообще бесконечно встречается. И вот, Мишина, Алёна, добавки, пожалуйста, вот просто проставьте в чате дальше. Двоеточие. И продолжите своё предложение. Он как-то не так себя ведёт. Поставьте двоеточие и продолжите. Как он там себя ведёт? Ну, например. Как он там себя ведёт? Или можете поставить запятую, двоеточие и расшифровать. Как же он там не так себя ведёт? Не пьёт шампанской, как это делать всё? Да, правильно. Хорошо. Дальше. Двоеточие ставится перед перечислением однородных членов деловой и научной речи. Вот если, допустим, вы будете, когда писать свою диссертацию на бакалавриате, вам обязательно нужно будет написать тема, ваши задачи, гипотезы рабочие или дополнительные гипотезы. И вы будете всегда таким образом писать рабочие гипотезы, двоеточие. И, допустим, там у вас одна или, ну, если одна, тогда вы пишите рабочая гипотеза, двоеточие и пишите, что она собой представляет. Или, допустим, рабочие гипотезы реже, потому что дополнительные гипотезы там могут быть две, три и больше. Принцип понятен, да? Пишите, пожалуйста, кто-нибудь в предложении. Чтобы было перечисление однородных членов. Это не обязательно в деловой и научной речи. Так, для того, чтобы приготовить пирог, нужно взять муку, добавить соль, перемешать. Правильно. Двигаемся дальше. Состав 1, 2. Умницы. Отлично. Итак, делимся дальше. Обобщающие слова. При однородных членах предложения. Когда ставится тире? После однородных членов, перед обобщающим словом. Ну, например, стол, кресло, стулья. Тире. Все стояло в беспорядке. Обобщающее слово было все, которое объединяет и стол, и тресло, и стулья. Мы можем вставлять вот такие выражения, как словом, одним словом, или короче говоря, тоже перед ними обязательно будет тире. То есть, допустим, мы могли бы делать так, стол, кресло, стулья, тире, короче, запятая, все стояло в беспорядке. Или там, одним словом, запятая, все стояло в беспорядке. Или просто словом, запятая, все стояло в беспорядке. То есть, мы можем еще дополнительное слово сюда включать перед тем, как раскрыть содержание, обобщение. И тогда у нас после этого слова, или там двух слов, обязательно будет запятая. Молоток, напильник, ножовка, тире. Словом. Некоторые инструменты мне нужны. Словом, некоторые инструменты мне нужны. Вот эти вставляющиеся слова, которые там человек хочет сделать акцент некий смысловой, они обязательно обоставляются запятой. Кто стеснит хоть одно предложение, где бы использовались или словом, или одним словом, или короче говоря, или просто короче. Их, конечно, больше не обязательно, вот только эти. Это если после, если идет обобщение, да? Продолжение следует... Не вижу предложений. Уже день, вечер. Словом, жизнь продолжается. Чудесная юбка, шорты, шлепки, тире. Все готово для поездки. Замечательно. То есть, с использованием этих слов и без них вам уже принцип понятен, да? Стоит тире. Дальше. После однородных членов, если впереди них есть обобщающее слово, а предложение не закончено. Например, везде. Смысл-то, в общем-то, в трех словах, да? Везде лежал снег. А пояснение идет через двоеточие, да? Как это мы уже смотрели на прошлой страничке слайда, да? На прошлом слайде. Везде лежал снег. Но после этого уточнения... Стире. Если в предыдущем предложении что-то было про снег, и тогда у вас могло бы просто быть коротенькое предложение везде, как обобщение. В этой точке. На деревьях, в стогах и домах. Да? Например, снег шел, шел и шел с утра до вечера. Точка. Везде. На деревьях, в стогах и домах. Так, что тут у нас? Везде на траве, в деревьях, окне, сверкал луч солнца. Чудесно, Мария. Продолжение дальше. Значит, вот здесь нужно будет запомнить. Так, что-то у меня на деревьях, холостя. Значит, вводные слова не являются членами предложения. Вот это нужно запомнить. Вводные слова не являются членами предложения. Да? И здесь основные группы вводных слов будут таковы. Различные чувства. К счастью, к несчастью, к радости, к ужасу, к сожалению. То есть они, в принципе, просто усиливают смысловую нагрузку. Кто может придумать предложение, чтобы там было к счастью или там к несчастью, или к радости, или к ужасу, к сожалению, обособление запятыми. Звучит музыка. 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 Очень просто, допустим, этот человек к счастью был мне знаком, или, допустим, этот материал, вот на экзамене, да, этот материал к радости моей, или, там, этот вопрос к моему ужасу был мне незнаком, да, можно добавлять, там, еще, там, дополнительные какие-то слова, но эти выражения усиливают ваше проявление эмоций. Там, или вы счастливы, или вы несчастливы, к счастью, лето началось, да, вы можете, там, допустим, не сначала, не в конце, вы можете в середине, да, вот амурский леопард, несчастье, очень детский вид, да. К счастью, по мнению британских ученых, есть Сазар очень вредно. Что такое Сазар? Не знаю. А, сахар. Ладно, двигаемся дальше. Оценка степени реальности в сообщении, то есть уверенность, возможность, когда вы добавляете элемент, который свидетельствует о вашей абсолютной уверенности в том, что происходит. Это, несомненно, была правда, да, вероятно, он ошибался. Ну, не только эти, но, допустим, я могу предположить, что кому-то придется больше немножко готовиться к экзамену, чем к другим. Да, конечно, несомненно, вероятно, может быть, кажется, возможно, и так далее. Кто теснит предложение? Это точно. Молодец. Двигаемся дальше. Когда вводными словами является источник сообщения, да, когда вот с ней сообщают, что то-то, то-то, то-то. Или там, по словам Горького, там, то-то, то-то. По-моему, все это неправда. Или по мнению того-то происходит, должно произойти что-то. Да, ну-ка, тисните ей хоть одно предложение. Роман, я вас не вижу тут в предложении. Сейчас загляну, есть вообще тут у меня закрыта презентация. Есть. Роман, ну-ка, давайте включайте. Да, говорят мне, что это сильно доверять словам. Да, и мы сегодня с вами говорили, нужно доверять, прежде всего, интонации. Вот когда вы прочли правильную интонацию, вот в этой лепке. Молодцы. Так, связь мыслей, последовательность изложения. Итак, следовательно, под первым, наконец, между прочим. То есть, вы говорите о чем-то, и, наконец, решили подытожить. Итак. И делаете обособление. Материал был завершен. Итак, экзамен был закончен. Итак, дождь закончился. Следовательно, все промокли. Да, дождь долго шел, не было зонтов, следовательно, все промокли. Во-первых, тоже объединяет. Во-первых, во-вторых, в-третьих и так далее. Это является связующей мыслью включения. Ну, и, наконец, происходит то-то, кто тиснит предложение. И, впрочем, роман еще ни одного предложения не тиснул. А, я как-то не понимаю, как думают. Да, вот среди молодежи бывают иногда такие смешные выражения, типа того, что между нами девочками говорят или между нами мальчиками говорят. А, да, это к тому же. Между прочим, для того, чтобы решить задачу, нужно подумать правильно. Алена, понятно? Одним словом. Непонятно. Вот смотрите. Он врал. Следовательно, ему доверять не надо. Или там, когда-то он врал. Следовательно, ему не всегда нужно доверять. То есть, в данном случае, когда-то он врал, соединяется с тем, что ему не нужно больше доверять. И вот это вот слово, следовательно, оно является связующим звеном. И оно будет обославляться. Обославливаться, да? И вот смотрите. Когда-то он мне соврал. Следовательно. Я больше ему доверять во всем не буду. Следовательно, одновременно и разделяющее слово, и объединяющее два смысловых... Две смысловые части. Сейчас что-то понятно, Алена? Или, например, вот, во-первых, самое популярное, немного, да? Самое популярное, во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, да? Когда мы включаем, там ставим не один, два, три, или там точечки, да, вот как здесь стоят, мы можем написать, там, во-первых, происходит это и происходит то. Во-вторых, в следующем будет происходить то-то, то-то. В-третьих будет происходить то-то, то-то. То есть связующим в развитии мысли будет... ...выражение во-первых, или там во-вторых, или в-третьих. Связующим, понятно, да? Оно обязательно будет обославляться. Как, Алена, вам понятно? Всем ли понятно? Каждый изученный материал дает новую степень значения, и, следовательно, устраивает готовность к применению. А, забыли, забыли, одну запятую. Так, одним словом все понятно, да? То есть, следовательно, нужно было обособить еще разочек перед выстраиванием. Следовательно, выстраивает готовность к принятию обдуманных решений. Смотри. Одним словом все понятно. Окей. Хорошо. Оформление высказываемых мыслей. Там, тоже обособление пойдет одним словом. Или, там, короче. Вообще. Иначе говоря, ну, так сказать, да? То есть, ну, мы еще делаем некую декорацию для выражения нашей мысли. Он не вернул мне деньги, то он никогда не вернет. Ну, Рома, вы когда изложите его более точное предложение, я пойму. А так пока я не понимаю. Понимаешь, проблема не в тебе, а во мне. Абсолютно правильно. Это уже призыв к цели привлечения внимания к сообщению, да? То есть, здесь еще к себе внимание. Не просто констатация какая-то факта, да? Не только высказывание мыслей, но и связь между людьми. Понимаешь? То есть, обращение. Очень хорошо. Допустим, ты прав. Окей. Молодцы. Допустим, он дурак. Я предположу, что он дурак. Да. Мила, это что значит? А, Мила. Да. Хорошо. Двигаемся дальше. То есть, это нужно будет вам запомнить. Презентацию вам сразу же вышлю, и вы потом, через время, можете еще разочек по ней прошелиться. Основные виды сложных предложений. Союзные, сложно сочиненные, сложно подчиненные, там, с предаточными, определительными, обстоятельственными, изъяснительными и бессоюзные. Это мы сейчас, то есть, союзные и бессоюзные сложные предложения. То есть, если есть сложные предложения, в них могут быть союзы и могут отсутствовать союзы. Поэтому союзные сложно-сочиненные, сложно-подчиненные. Сейчас с вами поговорим, что значит сложно-сочиненные, что значит подчиненные. Там у нас следующая страничка будет к этому. Итак, значки препинания в сложно-сочиненном предложении. Запитая ставится между частями сложного предложения, соединенных союзами. И да, да, в значении и это мнение, а, но, да, как отрицание, однако, между частями сложного предложения. Что значит сложное предложение? Оно сложено из частей, которые могут существовать отдельно. Например, сверкнула молния и послышался удар грома. Здесь можно поставить точку и написать новое, второе предложение с большой буквы «и». А если хочется объединить с мыслом, то тогда ставится запятая. И, ко всему прочему, здесь используется союз. Видите, да? То есть можно было делать так. Сверкнула молния, запятая, послышался удар грома. Сделаем так. Сверкнула молния и послышался удар грома. Кто может сказать, какой смысл возникает, если добавляется союз? Да, совершенно верно. Да. Сверкнула молния. Сначала что-то произошло, потом другое произошло. Да, то есть в данном случае союз свидетельствует о том, что сохраняется некая последовательность в размышлении. Да, совершенно верно. Я с вами абсолютно с этим согласна. Тогда ставится запятая. Да? Запятая не ставится. Если части сложного предложения имеют общий второстепенный член. Например, сейчас брызнет майский дождь и начнется гроза. Мы можем выбросить майский дождь и грозу. И тогда нам становится понятно. Сейчас брызнет и начнется. И в этом случае нет ощущения, что нужно сделать запятую, поставить запятую, обособить настолько, чтобы они были очень разными. То есть здесь как и то и другое. Сейчас брызнет майский дождь и начнется гроза. Вот здесь нужно всегда думать, что имеется в виду. Запятая не ставится. Понятно здесь или нет в этом предложении? Обратите потом внимание на эти вещи. То есть практически брызнет и начнется. Очень такое, скажем так, предложение целостное. Окей. Дальше. Запятая не ставится. Если есть общее предаточное предложение. Едва расцвело. Нас разбудили и мы отправились в путь. Разбудили и отправились. Нас разбудили и мы отправились. Мы поели и встали. Понимаете, да? Нас разбудили и мы отправились. Мы покушали и встали. Мы покушали и убрали, там, допустим, и подвинули стулья. Это придаточное где? Ну, как вы думаете, где? Окей. А здесь мы запятую ставим или нет? Смотрите, это сложно сочиненное предложение. Едва расцвело. Оно может существовать отдельно. Вот вычеркнуть запятую и все. Вторая часть абсолютно самостоятельная. Если хочется их объединить, то тогда ставится запятая. Если хочется развести караул, то тогда ставится точка. Едва расцвело точка. Нас разбудили и мы отправились в путь. Понятно, да? Хорошо. Двигаемся дальше. Знание препинания в сложно подчиненном предложении. Запятая ставится. Преддаточное предложение отделяется или выделяется запятыми. Мы тронулись, когда взошло солнце. Можно написать двумя предложениями. Мы тронулись. Ну, типа мы поехали. Оттали точку и сделали второе предложение. Когда взошло солнце. Но при этом здесь есть некая общая связь, объяснение, в какое время мы тронулись, вечером или утром и так далее. Мы тронулись, когда взошло солнце. И тогда обязательно ставится запятая. Преддаточным является вот это, да? Когда взошло солнце. А могло быть преддаточное мы тронулись, когда взошло солнце. Если мы вот это вот уберем, да, потому что здесь же, смотрите, речь идет о подчинении. Когда взошло солнце, нет, да. То есть получается так, что когда взошло солнце, оно как бы ни туда, ни сюда. Ни в пень, ни в колоду. Оно вообще самостоятельно не может существовать. Оно в подчиненном состоянии. Самая важная здесь часть, это мы тронулись, то есть мы поехали. И можно было даже не добавлять, когда взошло солнце. Поэтому оно подчинено. И оно, как видите, отделяется запятой. Дальше. Это понятно? Между однородными предаточными предложениями, если они не соединены с отчинительными союзами. Окей. Мы подумали, что он опоздает, что мы не сможем проститься с ним. Здесь получается два однородных предаточных предложения. И они, мы видим, что они не соединены с отчинительными союзами. Здесь основной акцент мы подумали. Две остальные части похожи между собой, как объяснения. То есть они однородны. Мы подумали, что он опоздает. Мы подумали, что мы не сможем с ним проститься. Но подчинение какое? Почему? Потому что, что мы не сможем с ним проститься, в каких условиях? Из-за того, что он опоздает. Здесь не тот смысл, как там, не то, не сё, не кукареку, да? А здесь мы подумали, что он опоздает. Можно поставить точку. И тогда у вас, вам нужно будет придумать ещё одну букву, например. И что мы не сможем с ним проститься. Это может существовать как отдельное предложение. Но когда всё вместе, каждая из них что-то объясняет. Мы подумали, что он опоздает. Мы предположили, что он опоздает. Поэтому после этого, что мы не сможем с ним проститься, обязательно обославливаются департаменты. Однородные предаточные предложения. Одно и второе являются предаточными. И если они не соединены с отчинительными союзами. Дальше. При использовании составных союзов. Вот в следующий раз немножечко про союзы поговорим. Ещё плюс. При использовании составных союзов. Потому что от того, что в силу того, что вместо того, чтобы в то время, а после того, как составные союзы. Мы составлены из нескольких слов. От того, что, потому что. Мы сидели на углу бастиона. Так что в обе стороны могли видеть всё. Вот при использовании подобных составных союзов. И в силу того, мы видели всё вокруг. Наше занятие будет, должно быть. По идее, должно быть. Здесь понятно, да? Ну, это достаточно просто. Потому что всегда обоставляется интонация. Там, мы останемся дома вместо того, чтобы пойти погулять. Двигаемся дальше. Запятая не ставится. Где сколько запятых? В предыдущем? Вечерна, только запятая. Двигаемся дальше. Запятая не ставится. Когда? Когда есть отрицание плюс союз. Нет, в вашем предыдущем. Итак, во-первых, это было приятно. Во-вторых, вполне полезно. Следовательно, будем использовать дальше. И между прочим, это ещё может приносить прибыль. Тут действительно столько запятых. Ну, вы знаете, я бы, например, эти запятые в некоторых местах убрала на что-то более уместное. Вот, например, итак, двоеточие. Мы с вами это проходили сегодня. Во-первых, запятая, тогда это будет естественно. Это было приятно. И вот дальше я бы поставила точку с запятой. Во-вторых, да, понимаете, да? То есть, когда вы делаете разнообразие и уточняете. И так, двоеточие. Во-первых, запятая. Это было приятно. Точка с запятой. Во-вторых, запятая вполне полезна. А вот тут уже, когда следовательно, тогда можете, наверное, лучше поставить точку. Ну, можно оставить запятую. Следовательно, запятая обязательно будем использовать дальше. И, между прочим, правильно, это ещё может приносить прибыль. Наташа, вам понятно, да? То есть, пока вы сделали как бы однообразное, малоинтересно построенное предложение. В нём нет акцентов обобщающих, объединяющих, обособляющих, да? Потому что вот эти знаки припинания, они дают нам ощущение более точного, структурированного мышления. Например, и так. И вот теперь я как расскажу вам всё подряд. Тогда вы только всё и так поймёте. Да, после и так. Не поняла, двоеточие, после и так. Почему? Это обобщение. Или, например, можно поставить запятую, но более выразительно будет именно двоеточие. Вы можете поставить? Ну, и так, тогда обнимет всё ваше предложение. Оно большое, оно очень разнообразное. И когда оно всё будет подчинено и так, то есть как выводу, понимаете, да? Тогда это будет более ценно. То есть как вы... Ну, да, в принципе, и так, и так. Вы хотели... Смотрите, вы хотели более красиво выражать свои мысли. Когда мы пользуемся, жонглируем знаками припинания, мы делаем нашу речь более красочной. Поэтому можно везде запятые поставить, и это, в принципе, не будет ошибкой. И потом мы ещё не знаем, вот, допустим, если будет какой-то... Ну, у вас диктанта, судя по всему, не будет, но вот если есть диктант, то, допустим, интонация вам точно скажет, там была запятая, должна быть запятая или двоеточие. Например, если вы свои предложения читаете так, быстро. Итак, во-первых, да, то есть и так это не является итоговым, как бы, объединяющим в себе всё то, что дальше пойдёт, обобщающим каким-то выводом, словом, который является выводом. Тогда запятая. Ну, если и так, такое многозначительное, тогда двоеточие. Понятно? Всё зависит от того, как вы хотите делать смысловые акценты. Запятая не ставится, когда отрицание плюс союз. Он стал выяснять не что произошло, а кто это сделал. Запятая не ставится. Не то, а это. Не что произошло. А кто это сделал? При стени такого предложения всегда достаточно ярко ставится интонационное обособление. Он стал выяснять не что произошло. Смотрите, здесь места запятой просто нет. А кто это сделал-то? Не что, а кто? Ну-ка придумайте предложение по этому поводу. Отрицание плюс союз. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ...ваши вопросы, мы постараемся его ответить. Ну, просто сочинить предложение вот в этом первом варианте, когда у вас есть отрицание чего-то. Ахахахаха! Да, вот это более точно, да. Хотя у Марии предложение тоже правильное. Дальше. Предавочное предложение равно союзному слову. Продолжение следует... Здесь нужно понимать одну маленькую деталь. Когда мечта является объединяющим, то есть слово, которое делает союз, объединение. Он обещал вернуться, но... Да, мы вообще можем завершить предложение на этом, поставить там три точки в конце. Или там, допустим, он обещал вернуться, но не сказал. Или, допустим, он обещал вернуться, но когда... То есть вообще все предаточное предложение, его можно как бы варьировать а-ля, то есть в духе одного союзного слова. Понимаете? Я согласна. Я согласна. Хорошо. Перед подчинительным союзом слова в частности, то есть, а именно, особенно, запятая не ставится. Подчинительный союз когда? Да. Да, то есть, он подобрел, особенно, когда узнал о случившемся. То есть, перед когда запятая не ставится. Подтянительная часть у нас является особенно, когда узнал о случившемся. Нет, не совсем так. Предложение правильно построено, но немножечко не о том. Значит, вот смотрите, здесь, когда... Допустим, если бы вы написали так, он знал ответ, особенно, когда не мог ответить. Особенно, когда... Нет, сейчас, подождите. Он знал ответ, что мы тут можем использовать. То есть, мог ответить. Или, а именно, мог ответить. И тогда, запятой у нас не будет. Он сделал ей сюрприз, особенно, когда узнал о дне рождения. Да. Да, ну, скажем так, немножко коревое само предложение, но построено правильно. Он любил посещать школу, в частности, школьную столовую. Да. Любил поесть, вместо занятий. Правильно. Перед устойчивыми оборотами, когда угодно, во что бы то ни стало, сколько угодно и как ни в чем не бывало. Перед устойчивыми оборотами. Не ставится запятая. Перед устойчивыми оборотами. Ну-ка, придумайте, пожалуйста. Допустим, я сделаю этого, что бы то ни стало. Я буду помогать вам сколько угодно. Он соврал, как ни в чем не бывало. Это нужно буквально зазубрить. Да, перед устойчивыми оборотами. Не ставится запятая. Пришел домой, как ни в чем не бывало. Да. Да, совершенно верно. Нужно во что бы то ни стало успеть выполнить работу. Правильно. Молодцы. Отлично. Двигаемся дальше. Ну и вот здесь по поводу союзных слов. Прошу прощения, а во сколько мы планируем закончить? Да вообще, в принципе, уже надо бы и закончить скоро. Но у нас немножко осталось. Тогда мы знаете, что мы пропустим союзные слова. Хорошо, что вы это посмотрите. Сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными. Вот ты куда-то заехала. Так, сейчас я посчитаю, сколько у нас там еще. Вот. И вот это вот у нас последнее. То есть у нас там есть прямая речь. Ну-ка давайте посмотрим, что для нас самое трудное. Сколько у нас там? Где еще мы должны закончить, да? Или там пол... А, мы должны были вообще пол девятого закончить. Ай. Ну да, это у нас сегодня тест был. Давайте так. Просмотрите, пожалуйста, текст. И если что-то непонятно, то дайте знать. Хорошо, Наташа. Можете идти. Я все равно разошлю вам эту презентацию. Вот последовательное подчинение. Это когда одно за другим, одно подчиняется предыдущему, и следующее подчиняется... А, да, всего хорошего. И следующее подчиняется тоже предыдущему, да? Он достиг последнего лестничного марша и увидел, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, на которую выходила его дверь. То есть это сложно подчиненное предложение с несколькими предаточными. Не одно, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, и на которую выходила его дверь. Это последовательно. То есть он достиг последнего лестничного марша и увидел, во-первых, что кто-то сидит на ступеньках, а дальше до площадки невозможно это предложение, часть предложения перенести, потому что только когда он достиг площадки, он смог увидеть эту дверь. Понимаете, да? Вы еще способны? Второе затрудняет. Параллельное подчинение затрудняет, да? Ага. Главное предложение. Итак, смотрите, если завтра увидите его, то попросите его, чтобы он ко мне заехал на минуту. То есть дополнительные условия. Дополнительные, предаточные условия. Вот, посмотрите, попросите его, чтобы он заехал ко мне на минуту. Попросите его, если завтра увидите его. Где тут у нас главное? Все понятно, да? Уловили, да? То есть необязательно искать его вначале. Оно может быть спрятано где-нибудь там посередине, как здесь. Дальше. Однородное подчинение здесь. А Ленин знал, что в лесу опасно, что бреки всегда... Да, совершенно верно. Главным является попросить его. Ага. А Ленин знал, что в лесу опасно, что бреки всегда открываются в этих лесах, да, местах. Здесь получается так. Они изъясняют, как бы дополнительно поясняют что-то. То есть можно было бы так. А Ленин знал, что в лесу опасно. И все. На этом и беспонятно, в любом случае понятно, что в лесу опасно. А Ленин знал, что бреки всегда скрываются в этих местах. И про лес тут можно было бы сказать в другом месте, да. Поэтому это дополнительные, как бы объясняющие то, что он знал. Какую-то опасность представляет собой как лес, так и обреки. В лесу опасно и само по себе. Но еще и плюс обреки как-то скрываются. Знаки препинания перед своей замка. Вот здесь вот тоже иногда бывает проблема. Записает, ставится. Когда есть сравнительный оборот, когда есть вводное сочетание, когда предложение с причинным значением, и когда в предложении есть соотносительные слова. Итак, сравнительный оборот. Блестящие глаза зеленые, как крыжовник. Я всегда сталкиваюсь с этой проблемой. Да, 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 вот Мария. Вот как раз вы по страничке еще раз найдете этот слайдик, для того, чтобы его осмыслить. Сравнительный оборот. То есть сравнивает что? Ее глаза зеленые. Это не сравнение. А сравнение является как крыжовник. Ее, блестели ее глаза, как крыжовник. Ну, тогда, наверное, нужно было бы добавить после дождя, чтобы было понятно, да. То есть сравнительный оборот добавляется к зеленым. Подчинение. В данном случае, как, смотрите, блестели ее глаза, зеленые, как крыжовник. Как, обязательно будет запятая. Вводное сочетание. Как обычно, как всегда, как правило. По дороге, как всегда, мы забежали в кафе. Это вводное сочетание, как обычно, как всегда, как правило. Тоже буквально, ну, нужно вызубрить. Обосабливается. Предложение с причинным значением. Тебя, как первую любовь в России, сердце не забудет. Причинное значение. А, перед зеленой нельзя убрать запятую. Она должна быть там. Да, она должна быть. Смотрите, если бы зеленая стояла, блестели ее зеленые глаза, то тогда запятой нет. А если блестели ее глаза, зеленые, как крыжовник, понятно, да, здесь идет следующая часть предложения. Зеленые, как крыжовник. То есть, зависит от места, куда вы вставляете зеленые. Тебя, как первую любовь в России, сердце не забудет. Причинное значение. По какой причине в России сердце не забудет? То есть, здесь можно, как бы, делать ассоциации. Допустим, Пушкина в России сердце не забудет, да. Там, к примеру, леса в России, как первую любовь, там, или озера России сердце не забудет, да. Вот что-то такое необыкновенное, что, как первая любовь, что поражает до глубины души. Вот тогда причинное значение обославливает тебя, как первую любовь. Тут даже невозможно не остановиться, тебя, как первую любовь. Тебя, как первую любовь, в России сердце не забудет. Если предложение соотносительные слова, так, такой, тот, столь, лицей дал России таких людей, как Пушкин, Пущин, Дельвик. Тоже здесь нужно будет вдуматься дома глубоко в это место, чтобы было понятнее, почему. Так, такой, тот, столь. И после того, когда, после как, идет союз и деревья, как и люди, имеют свою судьбу. Вот если деревья, как люди, имеют свою судьбу, другое дело. А когда деревья, как и люди, когда делается акцент более разделительное, разделительное, допустим, деревья, и так же и люди, и так же и люди, как и люди, имеют свою судьбу. У деревьев есть своя судьба, и у людей есть судьба. Вот обязательно обратите внимание на вот этот вот элемент. Вы еще там соображаете? Сильно устали? Так. Почти. Ну, давайте. Двоеточие в бесслуживом сложном предложении. Ну, с двоеточием вообще достаточно просто. Любите книгу. Она поможет разобраться в путанице жизни. Когда причина, да, что она поможет разобраться в путанице жизни. И союза нет. Поясняет. Картина переменилась. Снег стоял, влажная земля, дымилась. Когда дополняет. Вдруг чувствую, кто-то тянет меня в сторону. Ну, если вы добавите, что кто-то тянет меня в сторону, тогда будет запятая. Прямой вопрос. Ветка Палестины. Где ты, Ярославль, где ты цвела? Где в прямом вопросе двоеточие? А, оно должно быть... Это я так прозевала. Да, конечно. Конечно. Когда я буду вам присылать, поставлю. Сейчас я отмечу себе, что я здесь пропололась. Не проверила. Абсолютно правильно. Кто это у нас такой глазастый? Молодцы. Двигаемся дальше. Тире в бесслуженном предложении. Быстрая смена событий. Неожиданный результат. Смех выпал. С ним была плутовка такова. Сыр выпал. А я с них уже... Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Там... С нас лет служу. Такого со мной не было. Когда очень сильные противопоставления. Да? Лесы рубят. Щепки летят. Солнце дымное встает. Будет день горячий. Молвит слово. Соловей поет. Когда сильные... Достаточно сильные противопоставления. Либо неожиданность. Либо сильные... Прямо... 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 Линия литературного решения в основном. Да-да-да. Но еще здесь, в этом месте, вот допустим, если вы добавляете какое-то другое слово, то тогда тире не нужно. К примеру, там, шла, след служу. Однако такого со мной не было, да? Здесь тогда тире не будет. То есть тире подразумевает... Может еще подразумевать скрытое какое-то слово. Да. Лес рубят. Щепки летят. Тоже можно кое-что вставить. Лес рубят, так что щепки летят. Да. Выброшен этот смысловой фрагмент. И стоит тире. Солнце дымное встает. Так что будет день горячий. То есть, в принципе, вот это вот тире, оно выполняет функцию, возможно, вставленных смысловых каких-то слов. Смысловых дополнений. Допустим, молвен слово, будто соловей поет, да? Тогда, если можно вставить какое-то уточнение, то тогда будет другая пунктуация. А если можно вставить, ну, как бы, если можно подразумевать какое-то уточнение, то тогда оно не вставится, то тогда тире. Это понятно? Прямая речь и слова автора, ну, это уже, в общем, просто. Прямая речь после слов автора, ну, это уже, как бы, закона, который, я думаю, что вы очень легко можете запомнить. Я думаю, что для вас это совсем не проблема. Мальчик сказал, в свою точку, я приду сегодня вечером. Так, он спросил, что ты делаешь? То есть, прямая речь после автора, после слова автора, у нас есть двоеточие и берется в кавычки. Другого здесь невозможно ничего поставить. Так, дальше. Достаточно, а когда прямая речь в начале предложения? А вот сейчас, смотрите, вот как раз прямая речь перед словами автора. Я приду сегодня, запятая, тире, сказал мальчик. Это классика. Либо, допустим, вариант, что ты делаешь? Вопросительный знак. Тогда запятая не стоит. Тогда стоит тире. Спросил он. Что ты делаешь? Вопросительный знак. Тире. Возмутился он. То есть, если вопросительный знак и восклицательный, запятой нет, и если у нас нет таких знаков, цитирующих из другого, то тогда будет запятая тире. Это понятно, да? Это в общем просто. Еще раз прошернетесь по этому слайду, и вам станет все очень просто. Прямая речь прерывается словами автора. То есть, допустим, прямая речь идет, и есть какое-то уточнение. Плыви вперед, сказал он, я за тобой последую. Тогда кавычки при этом прерывании не ставятся. Причем, смотрите, если, допустим, плыви вперед, я за тобой последую, да, то есть подразумевается запятая, то тогда так и оставляется. А вот следующее предложение, посмотрите, я приду завтра вечером, принесу тебе книгу. И вот если следующая часть – это новое предложение, то тогда после слов автора будет точка. Какой чудесный человек, не правда ли? Воскликнул Саша. После восклицательного знака, вы знаете, не ставится в прямой речи запятая. Дальше. Еще следующее предложение. Я не видела его грустным, да? Это новое предложение. Тогда у нас тоже здесь запятой нет. Но при этом, если внутри, то кавычки не ставятся. Это понятно? Окей. Речи слова автора. Какой чудесный день, как чудесный. Я и песенка моя. Он сказал, я очень устал и сразу же замолчал. То есть внутри авторских слов. После авторского слова, после авторских слов, двоеточие, это 100%. И раз уже дальше, то тут действует тот же самый закон. Мы можем поставить точку, если, посмотрите, он сказал, я очень устал. Точка. И сразу замолчал. Можно тогда, если более глубокая пауза, тогда вы будете писать с большим словом. А если так, как здесь, он сказал и сразу замолчал, то через запятую. Раздался чей-то голос. Вам можно? То есть используются те правила, которые были вами просмотрены перед этим. Когда речь автора и когда прямая речь. Здесь все просто. Ну и на этом мы сегодня с вами завершаем. Спасибо, что выдержали. Я рада, что вы храбро написали свой тест. Я буду надеяться, что вы погоняете еще себя по различным тестам ЭГЭ. Если у вас нет скачанных ЭГЭ прошлых лет, и вы хотите что-то там такое взять или не знаете, где скачать, то, в принципе, моргните мне, я вам могу сгрузить, потому что я себе качала. Ну, всего доброго, хорошего вечера. Собирайте рядом только тех, кого хотите вы обнять. Спокойной. До встречи при поступлении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok